На протяжении уже многих месяцев, на мой взгляд, следствие не смогло добыть каких-то бояльных доказательств, которые предпочитают ему Владимир Ильич Альченко. Самое удивительное в этой истории еще то, что многодетного отца, как вы сказали, отца 15 детей, пытаются отправить до стационарной судебной психотерапевтической обследования, которая, как известно, может проходить в течение одного месяца. Он отец еще и восьми несовершеннолетних детей, которые постоянно доведаются в его работе и опеке. То есть получается, что многодетного отца на месяц хотят извлечь семейку и приводить с ним какие-то эксперименты. Но вообще абсурдность, на мой взгляд, факта того, что многодетный отец пенсионер, хотя он сейчас и работает, длительное время работающий. В различных организациях, занимавший ответственное по стационарной, по технике безопасности, может иметь какую-то склонность к психическим заболеваниям. Амбулаторное обследование проводилось 3 ноября в отношении Алексеева, но оно проведено, к моему глубочайшему сожалению, с явными нарушениями. В этом заключении имеются сведения, которые просто не соответствуют исследованию. Это называют сложные сведения, которые дали эксперты при проведении данной конституции. И они же высказали мнение, что волны обследования возможны только в условиях стационара. Я еще раз повторяю, нет никаких объективных данных, которые могли бы свидетельствовать о наличии риска у Алексеева Владимира Андреевича в каких-либо психических заболеваний. На мой взгляд, это злоупотребление правом. Но употребление правом со стороны следствия, со стороны правоохранительных органов, которые, даже можно сказать, преследуют достойного гражданина Российской Федерации. Но они все еще разминают письма, которые у нас были в основном. И, конечно, я считаю, что какой-то анализ, даже просто если посмотреть, что написано, значит, даже что это уже написано человеком на своем уме, потому что какие-то вещи странные. Значит, до настоящего времени, насколько мне известно, я не знаком со всеми материалами дела, не доказано, что данный документ, который ему вменяется в вину, составлен Алексеевым. Это ксерокопия каких-то документов. Ксерокопия. Часть текста, часть текста, возможно, писал Владимир Андреевич. Но, как мы знаем, при помощи техники, ксерокопия, техники можно составить документы, потом, значит, там еще поставить ксерокопись и говорить о том, что данный документ составлен Ивановым, Петровым или Басимировым. Вот, возможно, по этому пути пошли те лица, которые инициировали возбуждение уголовного выбора. А кому это может быть вообще выгодно? Значит, Владимир Андреевич неоднократно обращался с жалобами в отношении действия чиновников в городе. И в том числе он обращался с жалобами на злоупотребление директора школы искусств имени Сверидова Велидеевой. Так вам можно, да? Да, Велидеевой. Велидеевой, да. Прокурорская проверка выявила ряд существенных нарушений в деятельности вот этого общеобразовательного учреждения. И в отношении Велидеевой было вынесено, насколько мне известно, представление об их устранении. И вот, возможно, как раз это месть чиновников образования семьи Алексеевых. После этого восемь детей, которые учились в школе, в школе искусств имени Сверидова, были отчислены, необоснованно, все как один были отчислены из этой школы. Хотя они учились в музыкальной школе на 4 и 5. Я могу представить грамоты. Вот, пожалуйста, позвольте мне. Грамоты семьи Алексеевых. Вот это дети получили массу грамот на конкурсах, на фестивалях. Их приглашают и сейчас выступать. Насколько мне известно, 1 или 9 мая они выступают на Дворцовой площади, приглашают городская администрация. Это фактически единственный в России детский семейный духовой оркестр. Они выступали в программе «Минута славы». Взяли там, добились там успеха, взяли там определенное место. Я вот сейчас не помню какое. Но еще раз повторю, это единственный в нашей России, судя по всему, детский семейный духовой оркестр. А что сегодня будет на судебном седане? Как правильно описать, что вы произойдете? 21 ноября Выборгский суд судья Бевичева удовлетворила ходатайство следователя Орлова по направлению Алексеева на судебно-психиатрическую экспертизу в стационарное учреждение. Городскую психиатрическую больницу номер 6. Мы обжаловали это постановление следователя. С 21 ноября до сегодняшнего дня прошел достаточно большой срок. Этот срок тоже можно назвать как определенное нарушение права Алексеева. Сегодня мы будем участвовать в конституционном рассмотрении, то есть в рассмотрении наших конституционных жалоб на постановление судей Бевичева. Я надеюсь, что городская коллегия, городской суд все-таки примет объективное и справедливое решение. По-моему, здесь двух мнений быть не будет. То есть Вы считаете, что он нормальный? Я считаю, что он нормальный. Естественно, все мы, вы и я в том числе, мы люди не идеальны. Но в плане психических заболеваний, я думаю, что здесь вопрос в отношении Алексеева стоят. Еще раз повторю, объективные обстоятельства говорят о том, что он психически здоров. Наличие 15 здоровых и одаренных детей тоже говорят о том, что этот человек сам здоров. Генетика же передается же она отца, детям. И потом все-таки дети наверняка не могли добиться таких успешных результатов без помощи отца. Не могли. И еще, если мы говорим сегодня в России, наше руководство в России сегодня говорит о необходимости улучшения демографической обстановки в стране. Вот пример. Семья Алексеевна. Она тоже, я повторяю, не идеальная, но надо все-таки учитывать, что это семья достойная, семья здоровая. Все дети воспитаны, дети занимаются, дети не бегают по улицам. Дети занимаются в музыкальной школе, ходят на спортивные мероприятия, какие-то соревнования. Поэтому, вот примерное подражание. И получается, у нас руководство страны говорит одно, нам необходимо поддерживать многодетные семьи. А некоторые чиновники от правосудия поступают в разрез требований руководства страны. Так что, я думаю, нашим высоким российским чиновникам надо обратить пристальное внимание на деятельность некоторых чиновников от правосудия. Почему так странно называть своих детей? Царь, Государь, Звезда и Вердовьев? Ну, это не ко мне вопрос, конечно. Это вопрос, наверное, к концу, прежде всего. Дело родителей. И, насколько я знаю, дети не страдают от своих имен. Наоборот, даже одна из дочерей, насколько мне известно, ее звали Наташа, она в 17-летнем возрасте попросила. Папа и мама, извините мне имя, я хочу быть звездой. Ее переименовали, она стала звездой. Звезда Алексеевна. Ну, это к родителям, конечно, вопрос. Не ко мне. Я что еще хочу сказать, понимаете, вот вся эта судебная тяжба и вот это уголовное дело, оно выбивает из колеи от самого отца, мать выбивает. Очень тяжело отражается на детях, они же растут. А младшему 7 лет. Они же нуждаются в заботе, в нормальном психологическом климате. А если это уже длится, по-моему, больше 10 месяцев, ну, это же стрессы для детей, это вредно, плохо влияет на их рост, на их умственное физическое развитие. Чего добиваются наши правоохранители в данном случае, понимаете, у меня вопрос. Поэтому я считаю, что вообще уголовное дело подмеживает, как и красиво, на мой взгляд. Ну, и тем более наши консенсационные жалобы, я опять же считаю, подлежатого благотворения. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.